На другой день после завершения 65-го Конгресса ФИФА в Цюрихе состоялась пресс-конференция президента организации Зеппа Блаттера. Он был переизбран на этот пост, несмотря на коррупционный скандал вокруг ФИФА, разразившийся в преддверии голосования. Арест высокопоставленных чиновников подорвал авторитет Международной Футбольной Федерации. Некоторые важные спонсоры соревнований потребовали конкретных действий в борьбе с коррупцией, пригрозив в противном случае прекратить сотрудничество ФИФА. В ответ на требование уйти в отставку Блаттер в своей речи на пресс-конференции сказал «Я не отклоняюсь от ответственности. Я беру её на себя, как уже говорил об этом на Конгрессе. Мы выведем корабль ФИФА из мутных вод. И к концу своего мандата я надеюсь привести его в спокойную бухту. ФИФА выйдет из испытаний, станет ещё лучше и крепче». 70-летний глава Федерации осудил кампанию ненависти, которая, по его словам, была развернута прямо перед выборами. Её апофеозом, сказал Блаттер, был полицейский рейд, который нагрянул в 6 часов утра в престижный тюрихский отель, где в это время уже словно бы случайно оказались три американских журналиста. В минувшую среду американский суд вынес официальное обвинение в коррупции и отмывании денег в отношении чиновников ФИФА и руководителей компаний, связанных с деятельностью организации. Семь высокопоставленных чиновников Федерации, в том числе двое вице-президентов, задержаны. Одновременно швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении неизвестных, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов чемпионатов мира в 2018 и 2022.